Церква у Микуличек была еще в 17-м сагодде, але до нашего часу гэта и больше позднее сбудование не захаваліся. Рашэння по заведению нового храма прималася на агольном сходе жигаров вёске. Брагинский райваканкам инициативу подтрымал. Сегодня вёсковцы узгадываются, гэта была саправды народная будовля. Многие не только ахвировали сродки, але и сами примали удел в работах. Храм Бугаявления Господня освятили два годы тому. Сегодня поклонница частицы Крыжа, на яким был распятый Христос, сюда приезжают. Навод верненький зэнчих регионов священную православную реликвию у вёску привезли из Иерусалима. Да и у самой вёсцы приезжем, есть на что поглядеть. Мясцовая славутость млын, правда, по призначении он не выкаристовывается. Гэта помнит легендарному протку вязковцев – волоту Микули. На думку вязковцев, легендарный Микола Селядинович был первым у сходне славянским хлеборобом и выглядал с таким чином. А ящей он был саправдным волотом и за всё это помогал местному насинству. С того часу прошли ста годзе, але сучасные Миколяне об своим героям памятуюсь и навод называют себя нащадками Микулы. Пригожую легенду об волоте Микулі створили сами вязковцев. Почас реализации инициатив у рамках проекта Евросоюза и программы Организации Объединенных Наций, саденничыня развитию на местовом узровне у Республицы Беларусь. У Микуличах этой справой займаются семейный клуб «Микуляночка» и районная организация «Зелёного крыжа». По их же инициативе тут обновили батлейку. Это народный ляличный театр, який на территории сучасной Беларуси был распасюджен с 16-го до початку 20-го ста годзю. О, пресвятлейший цару, усе сильнейший государу, як можеш ты на троне прибывать и невинных деток забивать. Помилуй, помилуй чада моего. Сегодня в Брагинском районе працуют четыре батлейки. У стады подрактовки Ящедна такой колькости народных ляличных театров. Нема, напевно, ни в одном иншем районе Гомельской области. Тут, саправды, усе, як было 100 годзи тому, навод ляльки вырабляются по старых канонах. Подчас наведывания Микульчев журналистами телерадиокомпании Гомель, отповеденный мастер-крас провел эксперт проекта Евросоюза и программы развития Организации Объединенных Наций. Каждая кукла – это свой какой-то конкретный образ, но, тем не менее, есть какой-то общий строй. Например, для того, чтобы кукла была достаточно легкой и управляемой, ее не обязательно делать целиком. Делается верхняя часть с головой, например. Выники работы по обновлению культурной спадщины у Микульчев ураживают. Теперь тут и фестиваль Микульянской забавы проводят, и историчные квесты распроцовывают. Причем их приклад у районе не один. Зараз на прахничный створный пашпорт территориально-ориентированного развития района. На практице гэта документ вызначая приоритетная накерунки социального развития региона у отповедность с проводимыми апытаниями местового населенства, апричатого для реализации местовых инициатив. У районе створили совет устойливого развития. У его состав включили представников райвоканкама, советов депутатов розных узровнев и громадских организаций. В настоящее время в нашем районе реализовывается проект развития потенциала сети семейных клубов в Чернобыльской зоне с целью улучшения социально-экономической ситуации, финансируемой Европейским Союзом и реализуемой общественной организацией «Белорусский зеленый крест». В рамках этого проекта создано семь семейных клубов с разными направлениями деятельности. Но цель у этих клубов одна – сделать жизнь в населе лучше и интереснее. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, Толярадо, компания «Гомель», Бразинский район.